Привет всем, это не Багдаев и, о чудо, меня не уволили после первого выпуска. Что ж, тогда сегодня подольем еще немного масла в бурятский политический костерчик. Меня зовут Баир Цедыпов. Мамкин политолог, скажу. Для друзей просто мамкин политолог. Поехали. Одни из героев нашего прошлого выпуска «Новые люди». Едешь по Бурятии, такое ощущение, что других партий у нас нет. Всю республику завесили своими баннерами. А к ним, между прочим, есть вопросики. Вот, например, экоактивист Чингис Болотов с одного щита говорит, что для него люди важнее, а с другого что Байкал. Вы уж там определитесь. Хотя, стоп. Это же гениальный лайфхак. Можно ведь просто, к слову, важнее подставлять любое другое. И это будет выглядеть как принципиальная политическая позиция. Дети важнее, бузы важнее. Хотя, вот с этим точно не поспоришь. Надо только, чтобы никто не почувствовал себя менее важным, чем другие. Ну, то есть, если ты говоришь «мама» важнее, главное, чтобы «папа» не обиделся. Главный враг новых людей и одновременно главный претендент на большинство в будущем хурале «Единая Россия» в этот раз решила покреативить. Ребята из штаба партии власти как будто сплагиатели рекламную афишу нового блокбастера. Смотрите сами. Но больше всего вопросов у меня к баннеру КПРФ. На нем профили Ленина, Сталина и текст про 30-летие КПРФ. Извините, а при чем тут тогда мертвые вожди? Какое отношение они имеют к партии Зюганова? Профиль Геннадия Андреевича смотрелся бы тут логичнее. Ну или хотя бы Вячеслава Михайловича. То ли дело ЛДПР. У них логика проста, как железный лом. Первая партия. Это они имеют ввиду, что когда-то где-то первыми подсуетились и сдали документы на регистрацию. Но у меня вопрос, а в чем еще Ваша партия первая? Жириновцы тут напоминают мне вот этих людей, которые в комментариях под постами в интернете пишут «Первый!» И все. Ничего по сути. Главное отметиться. Не верю, что чемпиону России по лапте Сергею Дорошу. Нечего нам сказать. Ждем. Мы очень старались, но так и не нашли на улицах Улан-Удэ рекламу старейшин бурятской политики. В партии «Справедливая Россия». Верим, что слухи о ее развале преждевременные. Так что, друзья, если увидите где-то желто-красный баннер, не поленитесь. Сфоткайте и пришлите нам в комменты. Вместе обсудим. У меня все, но на всякий случай, если меня уволят за длинный язык, расскажите своим внукам, что когда-то на ТВ-коме была веселая программа «Не Багдаев», а вел ее нормальный парень БРЦДПов. БРТ.